Здравствуйте дорогие подписчики и уважаемые зрители! В скандальном деле сына Стаса Пьехи выявились новые подробности. Если вы уже смотрели все мои ролики на эту тему, то в курсе событий. Дорогие друзья, если вы еще не подписаны на мой канал и хотите оставаться в курсе последних новостей, пожалуйста, нажмите на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы не пропустить свежие новости. А мы начинаем! Солист группы Чаев по непонятной, по неизвестной, по необъяснимой причине, общаясь со средствами массовой информации, зачем-то представлялся мужем женщины, которая избила ребенка. Этим солистом является Владимир Бегунов, и он уже третий день подряд общается с журналистами и дает информацию от своего лица, как будто он является законным мужем этой женщины. Сам муж, судья Безбородов, законный муж супруги, таит молчание и никак не комментирует произошедшую ситуацию. Сам солист Стас Пьеха, отец ребенка, требует самого жесткого наказания по отношению к этой женщине, которая избила его ребенка. И Стасу Пьеха, естественно, можно понять. Хоть парень он интеллигентный, но на этот раз его нервы, видимо, лопнут, и он захочет отомстить обидчице семьи. Сегодня Ирина, жена футбольного судьи, которая избила ребенка, выдвинула свою версию случившегося конфликта. Она сообщила, что якобы пыталась защитить не только свое имущество, но и заступиться за своего ребенка. По ее словам, сын Стас Пьехи не только проткнул бассейн, но и пытался обидеть сына. После того, как Безбородова увидела, что спущен и опрокинут бассейн на участке ее дома, она вышла его накачать. Но у нее ничего не получилось. Тогда супруга футбольного судьи зашла обратно в дом, стоя на кухне, в окно она увидела, что к спущенному бассейну подошел сын Стаса Пьехи и начал отрывать шланги. На что Ирина сделала ему замечание. Мальчик признался, что проткнул бассейн карандашом. После этого к Ирине Безбородовой вышел дядя ребенка и предложил заклеить бассейн. Женщина же предложила вернуть ей деньги за испорченное имущество, но получила отказ. Затем, по словам Ирины, она отправилась к администратору коттеджного поселка с целью решить данный вопрос. Когда она возвращалась к своему дому, где оставался спать годовалый сын, Безбородова увидела, что из дома выходит Петя. Женщина испугалась, что он мог навредить ее ребенку. Взяв за руки мальчика, она повела его в дом к матери. По дороге тот якобы не устоял на ногах и упал на колени. Из-за этого произошел словесный конфликт, в ходе которого дядя ребенка, по ее словам, начал толкать Безбородову. В это время, признала женщина, она не контролировала ситуацию и зацепила рукой бабушку мальчика. После чего дядя мальчика толкнул Безбородову в спину, из-за чего та чуть не упала. Как бы там ни было, настоящая Санта-Барбара, Но сейчас сын Стаса Пьехи находится в больнице в Сестрицке и ее состояние, состояние сына, к сожалению, достаточно тяжелое и мальчика обследуют врачи. Как я уже говорил ранее, у него диагностировали сотрясение мозга. Дорогие друзья, берегите своих детей, берегите свои семьи, будьте осторожны. И если хотите оставаться в курсе самых последних новостей, Щелкните на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы подписаться на мой канал. Спасибо, увидимся.